Сегодня чудный день. По всей стране идут выборы. Красные, желтые, желто-блокитные, ну и конечно же голубые. Это и о цветах партийных логотипов и флагов. Так вот все они соревнуются за право управлять целым рядом регионов нашей большой и могучей. Хотя как соревнуются? Ведь честной борьбой это назвать нельзя. Хотя голубые очень хотят сохранить монополию на управлении страной. Эдакий КПСС, но только с капиталистическим и антисоциальным окрасом. Они идут на любые ухищрения. Члены этой партии прекрасно осознают, что быть голубым сейчас это черная метка. Но никуда они под этими флагами не пройдут. И потому аккурат перед выборами демонстративно выходят из партии и идут уже как беспартийные. Но потом, несомненно, они все вернутся в ряды этого меньшинства. Ой, простите, большинства. Они уже представляют, как мы все снова сами, подчеркиваю, сами надеваем на свои шеи ярма рабов. И кормим их, кормим. Так вот, чтобы такого не произошло, идите-ка вы все на выборы и голосуйте. Но не за первого попавшегося самопиарщика, а действительно за достойного кандидата. В общем-то, думайте, за кого голосуете. Выбирайте только достойных. Только в этом случае, если вы все пойдете на выборы, они уже никак не могут накрутить голубым столько процентов, что те пройдут. Больше всего они боятся высокой явки. Так вот, обеспечьте же им реализацию самых страшных их ночных кошмаров. И вот, что еще произошло на этой неделе. На минувшей неделе более полутора миллионов молодых россиян пошли в школу. Как наша несменяемая вертикаль власти прививала им любовь к знаниям? Давайте посмотрим. Пожалуй, самый комичный случай произошел в Челябинской области. Здесь, в поселке Новосинеглазово, детей на торжественной линейке поздравили рюмкой водки на столе. А в школе номер 49 Ростова-на-Дону детей заставили петь о каком-то президенте всея планеты, где живет могучий народ. Даже как-то стесняемся спросить, какого же президента они имели в виду? Уж не главу ли теневого правительства? Хотя, скорее всего, все намного проще. Наверное, у бюджетников, управляющих этим учебным заведением, случился очередной приступ лизоблюдства по отношению к действующей власти. К сожалению, стоит констатировать, что эта эпидемия практически полностью охватила популяцию чиновников и их шестерок. Заражены практически все. Вот, значит, по поводу чиновников вообще. Вы знаете, конечно, есть люди, которые не отдают себе отчетов о том, что они говорят. Они, значит, оказались не на своем месте, значит, ну, просто неаккуратно высказывают. В одной из школ города Кизел, что в Пермском крае во время торжественной линейки по случаю начала учебного года, выставили баннер с логотипом «Единые *** грамотно». Политагитация с малых лет, чтобы знали, за кого голосовать, когда аттестаты получат. Подтомскому же школьникам предложили ходить на уроки в медпункт, где лечатся больные туберкулезом. Это чтобы с детства привыкали, так сказать. Дело в том, что в Сунгийской средней школе капремонт сделали еще в 2013 году. Ну, как сделали? По бумажкам. В реальности же здание куча лет в аварийном состоянии, и учиться там нельзя. Тогда местные власти предложили альтернативу. То бишь занятия в местной амбулатории. Кормить не будут, туалет на улице, рядом больные туберкулезом. Ну, зато стены не разваливаются пока. Родители сомневаются в адекватности руководства и отказываются пускать детей на уроки. В Хабаровском крае ученикам затопленных в результате паводка населенных пунктов пришлось добираться на праздничную линейку на лодках и спасательных жилетах. А первое сентября в одной из иркутских школ напоминало скорее спектакль «Времен застоя». Сюда заглянул наш всенародный избранный президент. Бюджетные педработники заставили детей встречать его, словно перенесшего несколько инсультов генсека Брежнева. Ну или Кимчинына. Под фанфары и по стойке смирно. АПЛОДИСМЕНТЫ Готовы? Смирные. Смирные. Нормальные. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нужен направлению, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы. Но есть и обратная сторона у этой медали. Похоже, что после общения со своим лозийским коллегой у нашего президента появилась новая навязчивая идея. Премьер-министр, кстати, а какой вообще, на ваш взгляд, предельный возраст пребывания в политике? На данный момент мы подняли этот возраст до 95 лет, эту возрастную планку. Владимир Владимирович, я пока не дотягиваю. Депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал о планах глав Минздрава и Минтруда Вероники Скворцовой и Максима Топильна, соответственно, еще раз поднять пенсионный возраст. На сей раз аж до 70 лет. Ну, это еще что? Как-то ведь быстро из информационной повестки вышла тема ядерного взрыва в Архангельской области. А зря. Недавно стали известны новые подробности. Скорее всего, ракета эта, а это, предположительно, была ракета «Буревестник», так вот она не была испытана толком, грубо говоря, по частям. И потому успешно бухнулось в море при первом же старте. И вот когда ее стали доставать, она и взорвалась. Ну и это еще не все. Оказывается, аналог этой ракеты есть и у американцев. Но они давно уже запретили его производство. По одной лишь причине. Внимание, они не нашли, где испытывать свой Плутон, эту крылатую ракету. За ней при испытаниях всегда тянулся радиоактивный след. Они не нашли безопасного места ни на Гавайях, ни на островах в океане. Не нашли американцы безопасного места. Везде был радиоактивный след. При испытаниях сняли ракету. А мы нашли, вот сейчас самое страшное, мы нашли это безопасное место. На полигоне Нинокса в 30 километрах от 30-тысячного Северодвинска и в 80 километрах от Архангельска. Никогда, вот до этих испытаний, на полигоне Нинокса, который построил Хрущев, он был построен для испытания ракет для военно-морского флота, крылатых ракет. Никогда на Ниноксе не испытывались ядерные установки. Только на Новой Земле. Причем, как это было на Новой Земле, ракета взлетала, пролетал, это же огромный архипелаг, несколько десятков километров или сотен километров, и падала там же на Новой Земле. Не дай бог, она бы упала в океан. Она ядерная. А у нас впервые, вот сейчас в августе, Министерство обороны, Росатом испытывают ракету рядом с городами, не на Новой Земле. Ну а причина-то в чем? Не потому ли, что в Архангельске у военных дачки есть. Я предполагаю, да и гостиница неплохая в Архангельске, а на Новой Земле нет таких датчиков для военных, для руководства Министерства обороны, руководства Росатом. А если Кириенко захочется приехать, а если Шойгу пожелает быть на испытаниях, лететь до Новой Земли далеко, да и климат там суровый, да и обратно можно не вернуться вовремя, потому что там климат, поднимется ветер какой-нибудь, и не взлетишь обратно в Москву. В Архангельске комфортнее. И плевать. А просто плевать, что может тут случиться. И плевать на людей, на акваторию, на Двинскую губу. А просто плевать. Никто не сказал, что ядерная установка, повторю это, впервые за всю историю Нинокса испытывалась. Там, на Ниноксе, не на Новой Земле. И никто не ответил на вопрос, почему. Отношение к людям, как к ***, и о чиновниках. Это новая национальная проблема. Мы испытываем явный дефицит новостей из Архангельской области, Республики Коми. Здесь и мегасвалку для Москвы строят. На 350 миллионов тонн столичного мусора в год. Причем строят ее на болотах. А это значит, что могут погубить всю тайгу. Здесь, под видом благотворительности, фирма сына генпрокурора тратит бюджетные деньги. Здесь бандиты, нанятые прокурорским сынком, избивают активистов. Их загоняют в ямы и держат там под долом автомата. Словно фашисты во времена войны на оккупированных территориях. Здесь люди выходят на грандиозные митинги с концертами. Они заявляют, что при таком отношении к ним государство российского, это государство, им просто не нужно. Но нам всего этого не показывают. Мы очень хотим съездить в Архангельскую область и в Республику Коми. И сделать хотя бы один нормальный репортаж про то, что там происходит. Но у нас нет на это средств. И мы уже три месяца не можем найти спонсора для этого сюжета. Местные предприниматели боятся, а иногородним это просто неинтересно. Расстояния там огромные, а гостиницы и транспорт весьма дорогие. Нашей съемочной группе придется ехать на северо-запад России минимум на 10 дней. И уже там на месте преодолеть расстояние суммарно более чем в 3000 километров на поездах и на вездеходах. Для этого нам нужна сумма в 200 тысяч рублей. Это не наша зарплата и не наш доход. Точная смета находится в описании под видео. Подчеркиваю, мы ничего на этом не заработаем. Это минимально необходимая сумма для того, чтобы побывать в Архангельске, в Сыктывкаре, в Северодвинске, в Нюноксе и в Шиесе. И не только там. Но это того стоит. Как помочь, вы сейчас видите на своих экранах. Эта же информация продублирована в описании под видео. В 2011 году на съезде Единой России было заявлено о создании новой индустрии. Индустрию, конечно, создали. Но не у нас, а в Китае. Там сейчас и производят все, что делают госкорпорации. А что же с нашей промышленностью, которую почему-то активно начали гробить после последних президентских выборов? Какие заводы угробили за последнюю неделю? Прямо сейчас и узнаем. Тяжелейшая экономическая ситуация на Красноярском электровагоноремонтном заводе стала поводом для открытого письма, с которым правком производства обратился в госорганы. Как утверждается в обращении, из-за ряда финансовых манипуляций, проведенных в последние годы собственниками предприятия, сам завод оказался на грани банкротства. Ситуация усугубляется тем, что собственник требует немедленно выплатить дивиденды, а это сотни миллионов рублей. Он же пытается сменить генерального директора завода, отказывающегося выделять средства в ущерб предприятию и коллективу. Банковские гарантии завода уже не дают, поэтому участие в тендерах для него более невозможно. Договоры с коммерческими предприятиями тоже не заключить, просто запчасти не на что купить. Коллектив предприятия опасается, что если гендиректора поменяют на руководителя угодного акционерам, то завод будет обанкрочен, а 1700 человек останутся без работы. По мнению правкомы, ситуация может обернуться социальным взрывом и привести к массовым акциям протеста. Арбитраж Тюменской области по требованию структуры крупнейшего кредитора запустил банкротство на Антипинском МПЗ, общий долг которого составляет почти 350 миллиардов рублей. По существу, заявление дочерки Сбербанка ООСБК о банкротстве суд рассмотрит в декабре. Против этого на заседании выступал один из кредиторов – компания «Трансойл». Ее представитель ходатайствовал о проведении судебной экспертизы, ссылаясь на признаки фиктивного банкротства. Но суд это ходатайство отклонил. Сбербанк является основным кредитором МПЗ, общий долг которого оценивается в 346 миллиардов рублей. По сути, завод является частной лавочкой Германа Грефа. Почти половина сотрудников Алтайского моторного завода не выходит на работу, потому что им просто доехать не на что. Последний раз рабочим заплатили часть зарплаты за май – в июле. Затем никто ничего не получал. В апреле завод был признан банкротом. Он накопил долги в налоговой службе более 250 миллионов рублей. В такое положение предприятие попало из-за финансовых проблем собственника – Чебоксарского концерна «Тракторные заводы». Его долги перед банками превысили 100 миллиардов рублей. Работа есть, но люди не приходят на работу, потому что им, грубо говоря, не на что ездить. Последний раз заработная плата была выдана в июле, числа 15-17, за май месяц. Сегодня август, никаких выплат нет. Руководство ничего не говорит. За 7 разрешите отклониться. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ в течение всей недели. А по субботам в YouTube на канале «Реальная журналистика». Звоните к нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма. Ищите нас в соцсетях. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Подписывайтесь на канал. Увидимся через неделю. Продолжение следует...